Турция Пророчество Космо-Италийского Восхождение Балканского полуострова И Константинополя от турецкого владычества Красные жилеты Во времена Космо так называли французов Изгонят турок из города Речь идет о Константинополе, то есть Стамбуле Через долину Музини, территорию современной Албании Пройдут войска, направляющиеся в Константинополь Пусть женщины и дети уйдут в горы Вас будут спрашивать, далеко ли город? Отвечайте, он близко Отвечая так, избегните многих бед Это еще раз подтверждает, что войска, которые захватят Стамбул Придут с запада В городе прольется столько крови Что в ней сможет плавать трехлетний бычок Когда вы слышите, что плод плывет по Средиземному морю Знаете, вскоре решится константинопольский вопрос Войска не дойдут до города и половины пути Когда получат известие, что пришло желаемое Будет и еще одна чужеземная армия Она не будет знать греческого, но будет верить во Христа Они тоже будут спрашивать, где город Чужеземная армия, русские войска, которые войдут в Турцию, чтобы остановить кровопролитие Турки уйдут, но снова вернутся Из них одна треть погибнет, одна треть уверует во Христа А одна треть уйдет в Кокинемилье Затем греки будут их преследовать до Красной Яблони, область Кокинемилья Султан однажды задал ученому вопрос Благополучно ли будет мое царствование И долго ли будет существовать Атаманская империя И кем она будет разрушена На этот вопрос Мустай-1 отвечал Государь, ты будешь жить в мире до тех пор, пока сам того пожелаешь Ты победишь всех своих неприятелей Никакой народ тебе и царству твоему не будет страшен И никто не одержит победы над тобою Но только дотоле, пока ты будешь сохранять мирные отношения с народом Живущим от полуночи к востоку Народ этот силен и славен И имя его будет греметь по всему свету И все ему будут покоряться От всего-то великого народа пойдет держава наследия твоего Такова воля Всевышнего Амурат, выслушав это предсказание, приказал умертвить Мустай-1 Для того, чтобы он не разгласил своего предсказания народу Султан посылал Капиджи-Пашу с отрядом невольников Чтобы взять астронома и бросить его в море Мустай-1, встретив убийцу в хода своего дома, сказал им Мир вам! Суд божий никогда не минует! Я знаю, что сегодня же будут добычей морских рыб А вами и всем царством овладеет народ северный После этих слов ученого схватили, связали и бросили в море между Галатую и Константинополем Предсказание о судьбе Турции и мусульманского мира он поведал перед своей смертью в 1769 году Послушайте, друзья мои, что расскажу я вам о будущих временах И чему весь мир с ужасом удивляться будет Константинополь будет взят христианами без наималейшего кровопролития Внутренние мятежи, междоусобия и беспрестанные беспокойства турецких государств в конец разорят Голод и мор будет окончанием всех бедствий Они сами от себя погибнут жалостнейшим образом Турки потеряют все свои земли в Европе и принуждены будут удалиться в Азию, Тунис, Фитсан и Марокко Великий государь в Европе всю почти Азию покорит своей власти И никакая сила неприятелей его удержать не может Неверные магометяне совсем истребятся Вся Азия примет христианскую веру и в ней после многих столетий мрака настанет свет Турки пред погибелью своей будут в несказанном бешенстве И всячески стараться будут об искоренении всех христиан Но Господь Бог приуготавливает уже им достойное наказание Кровожаждущие враги христиан весьма малым числом он их поразятся И через несколько лет совсем истреблены будут В 2001 году группа самарских священников и мирян посетила Святую Гору В греческом монастыре Ватопет их принял 85-летний монах Иосиф Ученик знаменитого Иосифа Исихаста Предсказание Иосифа Сейчас начало этих событий, тяжелых событий, всемирных Двигателем этого зла являются евреи Их дьявол побуждает, чтобы начать это, чтобы уничтожить семья православия в Греции и в России Это для них главное препятствие к мировому господству И они понудят турок все-таки прийти сюда, в Грецию, начать свои действия И Греция, хоть она и имеет правительство, на самом деле не имеет правительства как такового Она не имеет силы и турки придут сюда Это будет момент, когда Россия тоже двинет свои силы, чтобы отбросить турок События будут развиваться так Когда Россия пойдет на помощь Греции, американцы и НАТО постараются воспрепятствовать этому Чтобы не было воссоединения слияния двух православных народов На территории бывшей Византийской империи будет большое побоище Только погибших будут миллионы человек Во всем этом будет участвовать и Ватикан Чтобы воспрепятствовать возрастанию роли православия и таковому воссоединению Это будет время полного уничтожения Ватиканского влияния до самого основания Так повернется промысел Божий Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими Она составит одно море или тот громадный Вселенский океан народный О коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых Грозное и непобедимое царство всероссийское, всеславянское, гога-магога Пред которым в трепете все народы будут И все это, все верно, как дважды два-четыре И непременно, как Бог свят, избрали пригрекший о нем и его грозном владычестве над землею Соединенными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены При разделе Турции она почти вся останется за Россией